Как отбрасывать концепции или представления, если они так въелись и как будто подтверждаются в жизни? Например, происходит анализ снов, и ум ищет объяснение. Или другой пример, есть боль в теле, но невозможно просто сказать, что я не тело, и избавиться от нее. Боль как будто доказывает обратное. Конечно. Это все попытки ума создать провокации, создать повод для вовлечения, для того, чтобы ты вовлеклась опять в сон, понимаешь, страдания. Потому что как только ты вовлекаешься в это, ум достигает своей цели, понимаешь, он тут же получает порцию энергии страдания, ради которой, собственно, все это и происходит. Все провокации, которые он создает, он делает только ради того, чтобы высекать из тебя энергию страдания. Поэтому, если ты не вовлекаешься, это тренинг, конечно. Твоя бдительность позволит постепенно, постепенно, постепенно приучить твое внимание не поддаваться тем, кто его ворует. Тому, кто его ворует, потому что это воровство твоего внимания, понимаешь, буквально, потому что ты ведь неосознанно просто раз обнаруживаешь, что ты уже вовлеклась, что ты уже там по полной программе страдаешь от всего боли там и всего-всего, чего только возможно. Понимаешь? Вот, поэтому не позволяй, не позволяй этой провокации украсть твое внимание. А если ты это не позволяешь, если ты пребываешь в осознанности, осознанность это что? Это восприятие всего сразу. То есть твое внимание находится в себе, в растянутом состоянии, то есть оно растягивается на все, что есть. То есть тогда нет объекта, тогда есть единство. Тогда невозможно воровство? Тогда невозможно воровство, потому что тогда нет того, кто занимается этим, понимаешь? В противном случае, если ты позволяешь своим пребыванием в двойственности во сне, то есть ты как бы позволяешь, тогда даешь повод для того, чтобы твое внимание было украдено, и тогда начинается то там, то сям, то туда, то сюда, понимаешь? И твоя энергия пошла, пошла в разные стороны, в разные стороны, в разные стороны. И ты отдаешь, отдаешь, отдаешь эту энергию неосознанно, вообще, питая, питая, собственно, что? Питая воспаление, понимаешь, питая, паразита, который присосался и питается энергией твоей. Вот так происходит. Дарю мастеру. Поэтому воспитание бдительности в том числе происходит и на нашем ретрите. Дарю. Дарю. Продолжение следует...